Франк, вы подписали только что контракт, достаточно внимательно ознакомились перед этим и с базой, и со стадионом. Сейчас какие первые планы, всем ли вы довольны, что вы обнаружили в Самаре, все ли есть у вас, чтобы готовить команду, и как будет проходить вот этот процесс? Сейчас мы должны делать все, чтобы получить максимально возможное качество от команды, от начала до конца, от первой игры до последней, чтобы достигнуть результаты и амбиции, которые стоят перед клубом. Все достаточно легко, надо просто достигать максимальной эффективности и максимального результата от игроков. Это, конечно, идет через командную работу и через тяжелую работу. Какие цели, расскажите, пожалуйста, и какие вы будете использовать стратегии? Какие цели вы говорите, и какие стратегии вы будете использовать? Да, цели, я думаю, что министр сказал, что мы не будем говорить слишком много о стратегиях для сегодня. Цели уже министр, как министр, говорил, что мы не будем сейчас о каких-то стратегиях говорить. Цели... Мы конкурентоспособны, мы победители, и мы должны всем это показать, начиная с первого момента. И все прекрасно знают, что мы должны работать, чтобы вернуть Самару в премьер-либу. Стратегия – это работать над качеством, над командой, над духом команды. Надо жить в будущем, понятно, что все переживают, но такие моменты происходят. Надо работать сейчас и в расчете на завтра. На тренировке в полном составе практически молодежка. Это ваша была инициатива, чтобы пригласить основную молодежность во всех футболистов и с какой целью? Мы видим на тренировке почти целый республика. Это была ваша идея, приветствовать республика в тренировке? В первую очередь, это была просьба клуба. А во-вторых, это была моя инициатива, потому что я всегда люблю работать с молодежью. Я всегда работаю с молодежью, чтобы максимально быстро перевести молодежь в основную команду. Я всегда открыт для контакта между А-тимом или Б-тимом. Я всегда открыт для контакта между резервной командой и основной командой. Сейчас они тут, потому что я хочу получить максимальный взгляд на игроков, которые сейчас для нас доступны. Принципе, это всегда сладко для меня, что вы можете получить игроков где-то. Для меня всегда не очень хороший процесс, что мы куда-то идем и ищем игроков со стороны. Если у нас есть в своей команде молодые игроки перспективы. И мы уже привыкли привлекать к работе молодых игроков, и для меня возраст совершенно не важен. Не бугает ли у вас перелеты? Крыльям предстоит играть на Сахалине, это находится очень далеко. Ты не боишься много лет, потому что, например, Сахалин слишком далеко от Самаро? Я не люблю самолеты, но это только для меня, поэтому для меня это способ. Если я busy with a plane, если я busy with a hotel – слишком много. Если я буду отвлекаться на отели, на перелеты слишком. Это значит, что я на 100% сосредоточен на футболе. Все другие вещи, конечно, важны, но не приоритет. Какие планы у команды? Планируются ли сборы, зарубежные сборы? Какие планы для команды? Кемпинг? Да, мы работаем над этим, чтобы через две недели поехать на сбор. Но я имею в виду, так как мы не решили, мы не поговорим об этом. Пока мы это все точно не решили, об этом разговаривать не будем. А с чем связана полоза, которую вы взяли после своего визита сюда в Самару? Это было просто, чтобы вернуться за вещами и приехать работать. Это был единственный способ. Расскажите немного о специалистах, которые с вами будут работать. Вы можете рассказать немного о специалистах, которые вы работаете с вами? Один – да. Это физический тренер, который работал в Генке и в Аль-Джазире. Он молодой и хорошего качества тренер. Молодой, но, несмотря на это, уже с большим опытом. С национальной командой Ирана. Поэтому очень важно, чтобы у тренера был помощник лояльный и, тем не менее, все равно качественный. Сейчас по другому помощнику ведется диалог с клубом. Поэтому пока сейчас что-то сказать не могу. Для меня очень важно иметь в команде тренера резервной команды и в прошлом основной команды Владимира Кухлевского. Потому что он может дать много информации, каких-то вводных моментов. В особенности по российскому футболу и в особенности по молодым футболистам, потому что он с ними работал и их тренировал. Так что для меня он поддерживает на то же уровне, чем у других. И мы ему дадим ответственность. И мы ему дадим ответственность. В последний вопрос хотел задать. Скажите, пожалуйста, в команде есть уже потенциальные новички. Как вообще вы будете подбирать игроков? Как будете выстраивать селекционную работу? В первую очередь мы должны наблюдать на действующих игроков. В первую очередь мы начнем, все на одинаковом уровне. И в первую очередь мы будем работать с клубом в будущем и рассматривать различные варианты. Но в начале я должен быть, даже в короткий, хороший вид о том, что здесь есть. Для начала, даже вкратце, я должен составить впечатление о том, что мы имеем здесь. Спасибо. Спасибо.